Поговорим о самом распространенном стереотипе в пищевой промышленности. О пищевых добавках. О тех веществах, которые на этикетках маркируются такой пугающей буквой Е. Давайте попробуем разобраться, где заканчивается правда и начинается вымысел. И что же такое пищевые добавки на самом деле. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Поехали. Начнем с определения. Пищевые добавки – это специальные вещества, добавляемые в продукты питания с целью улучшения их некоторых свойств. При этом в качестве самостоятельного продукта пищевые добавки не используются. А символ Е, которым сейчас принято маркировать все добавки в составе продуктов, обозначает всего лишь слово Европа. Что же касается цифр, которые есть в названии каждой добавки, то они показывают к какой группе относится данный вид и обозначают ту или иную добавку. Данная система классификации была разработана Европейским Союзом в 1953 году, которая просто обобщила и систематизировала всю информацию про пищевые добавки. При этом если добавка имеет такую кодировку, это означает, что она прошла контроль безопасности и соответствует всем критериям безопасных для здоровья продуктов. Само словосочетание «пищевые добавки» в последнее время обросло таким количеством мифов, что их основная цель улучшения продуктов потерялась под волной страхов и негатива. А теперь подробно. Миф первый. Пищевые добавки – это современное изобретение. А вот и нет. История пищевых добавок насчитывает не одно тысячелетие. С самых давних времен люди искали способы улучшить вкус пищи, ее запах и цвет. И для этого служили самые разные добавки, включая такие привычные нам вещества, как уксус, сахар, соль, а также некоторые природные красители. Например, в Древнем Риме для стабилизации вина использовали сернистую кислоту, а в восточных странах различные пряности. Миф два. Все пищевые добавки – это химия. И снова мимо. Все добавки в зависимости от их происхождения условно можно разделить на три вида. Добавки натурального происхождения, добавки искусственного происхождения и добавки синтетического происхождения. Добавки натурального происхождения – это все, что было создано самой природой. Их люди используют уже сотни и даже тысячи лет. Это могут быть природные красители, ароматизаторы или другие вещества, встречающиеся в природе в некоторых видах растений и их плодов, в чистом виде и зачастую попадающие в наш организм естественным путем при употреблении овощей и фруктов. Это, например, такие добавки как Е-164 шафран или Е-406 агар-агар, про которые мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Также натуральное происхождение имеют добавки, которые люди научились получать путем переработки животного сырья. Костей животных, хитинового покрова членистоногих или насекомых, например, Е-913 ланолин или Е-120 кармин. Ряд натуральных добавок представляет собой различные минералы земли. Как правило, это металлы, их оксиды, соединения щелочных металлов, мел, песок, поваренная соль – все эти вещества применяются в пищевой промышленности и маркируются как и остальные добавки, используя букву Е в префиксе. Так широко используемая всеми хозяйками соль имеет маркировку Е-917. К добавкам искусственного происхождения относятся добавки, встречающиеся в природе в естественном виде. Однако в промышленных масштабах получаемые методом синтеза, то есть искусственным путем. Такие добавки еще называют идентичными натуральным. До сих пор наукой не доказано, что добавки полученные искусственным путем хуже или вреднее природных аналогов. Например, добавка Е-300 или аскорбиновая кислота известный всем источник витамина С. Также есть ряд добавок, которые получаются только путем синтезирования. Они не встречаются в природе и были изобретены в лабораторных условиях. Такие добавки обычно приносят больше пользы, чем вреда. Так, например, в последние годы появился ряд добавок подсластителей, облегчающих жизнь людям больных с сахарным диабетом. Например, Е-968 эритрит или Е-951 аспартам, а некоторые виды консервантов помогают защищать мясные изделия от развития в них бактерий, вызывающих у человека опасную болезнь ботулизм. Это такой распространенный консервант как Е-250 нитрат натрия. Но злоупотреблять такими добавками не стоит, так как большая часть из них по своей природе относится к ядам. Но их содержания в конечном продукте настолько мало, что не оказывает негативного влияния при разумном употреблении. Мы все используем соль в приготовлении пищи, но вы же не будете есть ее ложкой просто так из пачки, или питаться исключительно копченой колбасой всю свою жизнь. Миф 3. Без пищевых добавок можно обойтись. Нет нельзя. Как бы страшно это не звучало, но в связи с ростом населения нашей планеты и урбанизацией без применения пищевых добавок большинство из нас просто умрут с голоду. И в первую очередь это коснется жителей крупных городов, где нет возможности есть самостоятельно выращенную продукцию прямо с земли. А сокращение использования консервантов пищевых продуктов обязательно приведет к значительному сокращению их сроков хранения и отразится увеличением количества тяжелых отравлений или вообще недоступности большинства продуктов. Миф 4. Пищевые добавки вредны для здоровья. Нет и еще раз нет. Любой продукт будь то добавки или натуральное молоко или картофель или что угодно другое может быть вреден либо при чрезмерном употреблении либо из-за индивидуальной непереносимости. За многолетнюю историю пищевые добавки показали свою полезность и эффективность в улучшении качества продуктов, увеличение срока их хранения, повышение вкусовых и других характеристик. Конечно есть ряд добавок которые не совсем положительно влияют на организм, но тем не менее нельзя игнорировать их пользу. На исследование влияния добавок на человеческий организм во всем мире ежегодно тратится миллионы долларов. Пищевые добавки показавшие в ходе исследований свое вредное или токсичное действие запрещаются для использования в пищевой промышленности и этот процесс отсеивания вредных добавок идет уже более полувека. Таким образом можно сказать, что все пищевые добавки разрешенные сегодня для использования в Европе, в частности в нашей конкретной стране не приносят ощутимого вреда организму человека. По крайней мере до тех пор пока научно не будет доказано обратное. Если вы видите на этикетке незнакомую вам добавку или хотите более подробно разобраться в этой теме, то рекомендуем вам очень хороший сайт «Добавкам нет». Ссылку на него я дам в описании. Там очень подробно описаны все возможные добавки и их влияние на организм человека. Они разбиты на отдельные группы по происхождению растительные, животные, синтетические и так далее. А также с классами опасности от нулевой до очень высокой. Хотя напоминаю, что и самая высокая опасность добавки есть допустимая в разумном количестве. Я понимаю, что есть отдельный вид людей, которые верят в глобальный мировой заговор с целью отравления человечества страшными пищевыми добавками. Но мы опираемся только на подтвержденные научные работы. Напишите нам в комментариях, как вы относитесь к пищевым добавкам. Какие из них считаете вредными для себя. Читаете ли вы состав продуктов на этикетках в магазине или выбираете по другим параметрам. Резюмируя все выжеизложенное вспоминается Филипп Ауриол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Более известный как Парацельс. Еще в 16 веке он писал «Все яд, все лекарства». То и другое определяет доза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова